Здравствуйте! В эфире передача «Секреты недвижимости» и я, Наталья Грищенко. В студии наши постоянные эксперты Алекс Машкович и Максим Богинский. Здравствуйте! Сегодня юбилейный сотый выпуск передачи, и мы проведем его немного в своеобразном формате. Давайте для начала вспомним, с чего все начиналось. Здравствуйте! Меня зовут Наталья Грищенко, и сегодня мы начинаем цикл передач, посвященный вопросам о недвижимости. В студии эксперты в этой области Алекс Машкович и Максим Богинский. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Окей. Я, в принципе, в первой передаче рассказал о себе, но кто не смотрел первую передачу, я добавлю. 16 лет назад я приехал в Канаду. По специальности я программист. У меня мастер degree по компьютер-сайансе и математике. И приехал сразу на работу. Работал очень крупной компанией в BlackBerry. Была когда-то такая компания. И вот, будучи работая в BlackBerry, я понял, что работая за зарплату, ты ничего не добьешься. И тогда я начал инвестировать, еще будучи программистом. Купил несколько домов и я понял, что то, что я получил, те знания, хорошо бы поделиться с другими людьми. И я получил лицензию Real Estate и думал вначале, что это будет у меня как хобби, а превратился в мою новую профессию. И теперь я владелец брокериджа, где у меня 15 топ-продюсеров, агентов. И мы входим в 1% топ в Канаде уже много-много лет. Максим, ваша очередь. Ну, опять же, если мы возвращаемся к первой передаче, Алекс повторился, я тоже повторюсь. Я в Канаде работаю с 2005 года. Попал я сюда после 13 лет жизни в Нью-Йорке. За это время занимался и строительством, много чем занимался, разные бизнесы были. Но я сам инвестор, то есть начал я именно инвестировать и начал в принципе в возрасте 22 лет еще находясь в Нью-Йорке. И, в общем-то, занимался в Нью-Йорке тем, чем занимается Алекс. Переехав в Канаду, здесь я открыл инвестиционную компанию. И в определенный момент жизнь меня свела с людьми, которые я понял, что можно все делать по-другому. И с тех пор я занимаюсь кондо. Сначала я получил лицензию, работал в Right at Home Reality, был топ-продюсером среди, сейчас уже это 6000 агентов. Тогда это было порядка 4000 агентов. И долгие годы был номером один. А в 2008 году открыл собственный брокеридж. И сейчас у меня 27 агентов, которым мы занимаемся, мы специализируемся на инвестиционных сделках именно по кондо. Я как раз хотела задать второй вопрос. Как изменился ваш бизнес и ваши инвестиции за эти почти 10 лет? Ну, я вот посмотрел как раз видео и там показали очень интересную картинку. Давайте посмотрим на нее. Вот на этой картинке показано, сколько нужно было зарабатывать и сколько стоило средний дом в разных провинциях, в разных городах по Канаде. И посмотрите внимательно, сколько нужно было зарабатывать в Торонто. Где-то в пределах, сейчас я найду Торонто, 87 тысяч долларов надо было зарабатывать, чтобы купить средний ценный дом, который стоил 641 тысячу. Это 2015 год. Чтобы неплохо было показать, какое количество людей в то время могли себе это позволить. Ну, этой статистики нет, но я просто скажу, в те времена... Я знаю статистику, я просто не подобрал слайды. Да, вот как раз в 2013 году, когда еще работал программистом, я получал чуть больше, ну, один, а здесь там двоих это, в принципе, чем вот эта зарплата. То есть я спокойно мог купить любой дом в Торонто без проблем. Потому что я и делал, я покупал дома. Вот. А если мы сейчас посмотрим на статистику, я нашел 23-й год, то здесь, получается, Торонто 209 тысяч нужно доход, чтобы купить дом по средней цене миллион пятьдесят тысяч. Вот. Казалось бы, дом вырос, кстати, меньше, чем в два раза цена. А зарплата, ну, чуть ли, почти в три раза нужно больше. Почему? Потому что подорожали еще и деньги. Ну, то есть, моргиджи и прочее. Вот. Это уже происходит. Ну, если мы будем брать вон там, вообще 263 тысячи надо, чтобы купить. И, если даже вот мы выберем какую-нибудь, может быть, отдаленную провинцию, скажем, Ошево, да. Ошево, где всегда это было дешевое жилье, нужно зарабатывать 159 тысяч семьей, чтобы купить там дом. Ну, это просто нереально. А в Берри? Ну, в Берри примерно то же самое, что в Ошеве. Вот, я смотрю, вот в Ошеве средняя цена 793 тысячи. Ну, и в Берри примерно такая же средняя цена. Значит, то же самое. Ну, что-то на таком сумме. Поэтому и двигаются молодежь на периферию, потому что они просто не могут купить ничего в Торонто. Вот. Так это все изменилось. Как изменилась ситуация в вашем сегменте? Ну, во-первых, скажем так, Олег сказал чисто про недвижимость. Да, я немножко уже хочу сказать, как изменился вообще бизнес. Да. То есть, это абсолютно другой бизнес, который был… Сколько наша передача? Девять лет уже почти, да? Да, почти девять лет. Ну, вот, скажем, как был десять лет назад. То есть, это был абсолютно другой бизнес, да. Помню, что какие-то продажи были. Надо было ехать туда с клиентами. Все подписывалось в ручном режиме. Сейчас, в общем-то, агенты, ну, за исключением тех, кто занимается… То есть, в моем бизнесе, да, это офисная работа, да. То есть, мы никуда не выходим. Мало того, вот у нас, например, в офисе был сделан большой презентейшн-центр, где могло до 35 человек приходить, и мы делали периодически презентации вживую. Все, это ушло, этого нету. Вы скучаете по тем временам? Нет, я не могу сказать. Это стало гораздо удобнее, потому что многие люди, там, кто-то из Хэмилтона, кто-то из Жуошева, ну, просто доехать по пробкам, и это все проблематично. И тогда мы собирали аудиторию, действительно, там, 30-40 человек, это было хорошо. Вот сейчас, когда у нас презентация онлайн, это бывает и 250, и 300 человек, потому что, ну, онлайн охладный. А поход больше, да. Пришел с работы, сел, включил компьютер. То есть, бизнес изменился с ног на голову. Девелопер точно так же. Если раньше мы звонили, делали какие-то резервейшены, там, квартиры выбирали, все это было по телефону, в лучшем случае по имейлу. Сейчас везде автоматические системы, и все это автоматом, все быстро подписывается. И так далее. Я тебе добавлю, помнишь, когда мы говорили во время пандемии, когда я сказал, что все уйдет онлайн? Я сказал, да, я не уйдет. Ушло. Я помню, как ты говорил, что мы все оставшую жизнь в масках самолетом будем. И я тебе скажу, так это примерно и происходит. И я даже пожалел, что я не надел маску и налетел, потому что я приехал больным. И то, что никогда не вернуться в город. Все назад в городе, все назад в офис. Ну, на счет этого у нас сегодня передача. Ну, не об этом сейчас, да. По поводу цен. Как изменилось? Вот я специально взял к этой передаче распечатку проекта, который продавался в конце 2014 года. Даунтаун Торонто. Хорошее место. Средняя цена. Ну, вот, например, там квартира 1000 square fit с паркингом, с локером стоила 500 тысяч. Это один из топовых проектов, да. В 2014 году? В конце 2014 года, 10 лет, почти 10 лет, да. Как раз сколько? Да. Чуть больше, чем передача. И средняя цена квадратного фита было 500 долларов за квадратный фит, да. Я помню, когда в 2018 я как-то на фейсбуке выставил, что цены скоро будут тысячи. Они тогда были там 750, 800 долларов за square. Скоро будут 1000 долларов за square fit. На меня набросились не покупатели, на меня набросились агенты с копом. Да что, о чем вы говорите? А, я даже помню, уже рассказывали. Как такое может быть? Да это вообще бред полный. Еще один момент. Вот в этом проекте, про который я говорю, я купил квартиру себе. Я купил там самый дорогой пентхаус. Самая дорогая квартира в доме была. Самый дорогой пентхаус, и я купил его за 579 тысяч. Сейчас цена немножко упала в кризис, да. Но до кризиса он стоил полтора миллиона. А сейчас сколько? Сейчас, я думаю, миллион двести пятьдесят где-то, да. И... То есть 20,5 раза? Значит, до... Этот пентхаус, пентхаус в четырнадцатом продался, в начале восемнадцатого года закончен. Знаете, за сколько я сдал? Первая моя сдача этого пентхауса была. За сколько? Две двести. Почему это было? Две двести. Сейчас я сдаю этот пентхаус за пять шестьсот. То есть вот разница между тем временем и этим. Поэтому, как мы всегда говорим, и тут я с Алексом полностью солидарен, что investment это long-term. За это время что было? Были кризисы четырнадцатого года, когда мы его начинали, да, вот десять лет назад, да. Был кризис семнадцатого года, когда все рухнуло. Вот она не сильно, правда, ударила по кондо, больше по домам ударила, но... И он короткий был, в общем-то, меньше года, да. Но, тем не менее, за это время... Была пандемия двадцатого года. Дальше была пандемия. Дальше были ставки. И мы даже не берем то, что... Пиковые цены, да, двадцатого года. А мы берем цены, которые сегодня, когда сегодня все воют, что ой, все упало, все пропало. Посмотрите разницу за десять лет. Вот где деньги. Алекс, что за эти десять лет поменялось в вашем бизнесе? Ну, за эти десять лет очень много ничего поменялось. Во-первых, начнем с того, что я начинал как агент, а сейчас у меня брокерич, и у меня работает очень много агентов, причем в разных областях. Стало намного проще с точки зрения... Хайтек вошел и в Real Estate. Намного проще стало и смотреть дома, и заказывать дома, и даже виртуал-туры, которые можно посмотреть, походить по дому без того, чтобы даже в него заходить. Это было, кстати, очень удобно во время пандемии, когда не все даже пускали в дом зайти. Подписывание документов, это было вообще ужас. То есть я ехал, нужно было где-то распечатать, чтобы подписать. Сканер мы купили, который с собой возили, чтобы просканировать. Потом я нашел электронную ручку подписывать, которую не особо можно было тогда еще подписывать. Но как-то я так сделал электронную ручку, чтобы подписывать на планшете. И тут наконец-то пришли все, докусайна можно пользоваться. Это было как супер облегчение. В каком году, я не помню, докусайна? Я не помню, мне кажется, где-то перед пандемией что-то было. Все сейчас, все онлайн, все подписывается. Самое интересное, что адвокаты требовали прийти. И сейчас даже они не требуют, еще через Zoom адвокаты делают. Говорят, ну покажи свою карточку, посмотри это, и все подписывают. То есть все онлайн, я скажу, и очень часто у нас клиенты покупают дома даже, чтобы ехать смотреть. Мы заходим, показываем видео, они говорят, окей, давай покупай. Кстати, я где-то около трех домов купил себе не видел. Вот, поэтому так изменился бизнес. И с точки зрения подготовки дома к продаже надо уже готовить по-другому. Очень много надо именно этого элемента виртуальных туров, вот этого вот маркетинга онлайн. Социальные сети очень сильно вошли, помогают очень сильно бизнесу. Мы очень много используем Instagram, Facebook, показываем дом с красивых ракурсов, Reels. Ни один дом сейчас не выходит, чтобы было Reels показать. То есть очень много всего интересного изменилось. Но самое интересное, что изменилось с моей передачи, может передача красивых помогла этому, что начиная, на следующий год я уже открыл свою компанию, после 2015-2016 году, а в 2017 году вошел в топ агентов по Канаде, и с тех пор я все время там нахожусь. То есть уже на протяжении 7 лет. Вот это очень сильно изменилось, и может быть, потому что, как кажется, передачу на себе снимаете, не знаю. Алекс, давайте сравним цены на дома. Что было 10 лет назад и сегодня? Как работают цифры? Я взял здесь несколько примеров. Может быть, не совсем 10 лет назад. У нас передача была в 2015 году, в конце 2015 года мы начали. Я взял специально купленный дом в 2016 году, в начале 2016, почти в то же время. Плюс-минус, может быть, чуть-чуть изменилась цена за это время. И вот этот дом, это мой дом. Я купил себе этот дом. Это Бангало, Тукар гараж. Я купил его за 380 тысяч долларов, этот дом. И то мне так казалось, что я так дорого заплатил. Там 380 тысяч. Я уже не говорю про свой первый дом. Это потом я, может, скажу два слова. И эти 380 тысяч долларов я купил этот дом. Это 76 тысяч, нам надо дать доумпеймент 20%. И тогда я его сдал за 1800 долларов, этот дом. И самое смешное, что у меня даже в этом случае было кэшфлоу. 100 долларов. Не важно, но как бы неплохо. Через какое-то время, через пару лет я решил, дай-ка я сделаю из этого дома дуплекс. Как раз это было модно. Я вложил еще 40 тысяч долларов. Копейки, да, сейчас немножко дороже стоит уже сделать. И то это даже не 40 тысяч. Я даже помню сколько. 29 тысяч заплатил, чтобы сделать дуплекс. Остальное там я просто добавил там некоторые другие вещи, что я там сделал. Изменил моргидж. То есть я забрал все свои деньги. То есть сделал новый моргидж на 450 тысяч. То есть забрал все, включая все инвестиции. Все, что я там вложил, все забрал. То есть нет моих денег там. Ноль. И сдал его за 3 тысячи. Тогда вверх и низ за 3 тысячи. У меня уже тогда был 580 долларов кэшфлоу с нулем инвестиций. Вот так делаются деньги. Ноль инвестиций и 508 долларов кэшфлоу и 720 долларов погашения моргиджа. 1300 в месяц. С нулем денег. Теперь. После этого я. Возможно сегодня. Что сегодня произошло. Сегодня этот дом как минимум стоит 800 тысяч. Как минимум 800 тысяч. То есть 2 раза поторожал. Больше чем 2 раза. Больше чем 2 раза немножко. И это не за 10 лет. Это за 8 лет. Вот. И 800 тысяч. И сдается он сейчас. Не так дорого. Потому что особо нельзя поднимать цены. 3400. И моргидж сейчас намного уже выше. Правильно стал. Потому что другие проценты. И тем не менее в плюсе 160 долларов. Поэтому. Кстати мы говорим про новый капитал гейн. Зачем люди будут продавать. Здесь надо заплатить много капитал гейна. Зачем его продавать. Кэшфлоу даже есть плохими моргиджами. Можете представить когда не спустится какой будет опять. Кэшфлоу. А вот тот дом который я купил первый в 2011 году. Он у меня до сих пор как дом. Я не делал из него никакого дуплекса. Ничего. Там не очень удобно из него делать. Он маленький. Я еще пришел мне до сих пор вспоминает агент который меня купил. Мы с ней в хороших отношениях. Я еще не был такой агентом. 254 тысячи. Я еще говорил 254 тысячи в Берри. С ума сошли. 254 тысячи. Тогда за 500 тысяч можно было там хаус купить в Торхилл Вудс. А это же Берри. Черт знает где. 254 тысячи. И сдал я его тогда за. Это было рентуон. Я его сделал на рентуон. 1750. Это было очень дорого. Потому что сдали 1550 тогда. Сегодня этот дом. Даже по самым самым скромным ценам 750 тысяч. Сдается он сейчас за 3 тысячи в месяц просто одной семье, у меня 500 долларов кэшфлоу на нем, и если мы, помните всегда говорим на 6% у нас растет в год, да, цена, 6% 6% я посчитал сейчас, потому что мы говорим, это же комбайн интерес, да, интересный интерес, я подставил формулу 9%, это был средний рост 9%, со всеми пиками падениями и прочими, вот с 2011 года по сегодняшний, за 13 лет получается 9% годовых дает прирост только цены дома, а теперь посмотрим, за эти 250 тысяч надо 20% доумпеймента, это 50 тысяч, он стал на полмиллиона дороже, это 1000%, если разделить на 13, это 76% в год, не считая кэшфлоу, не считая выплаченного моргича, если это все добавить, это 100%, это удваиваются деньги каждый год, и многие могут подумать, окей, это было тогда, что сейчас. Да, вот я как раз хотела спросить, люди слушают и думают, мы упустили момент. нет такого, что упустили, я тогда тоже думал, что покупаю очень дорого, и те, кто покупали в 2017 году, и когда немножко в 2018 упало, все кричат, все, мы влетели, да, они покупали за 500 тысяч дома, там, дуплексы, и все, мы влетели, сегодня стоит 800, в 2018 году они упали на 450 стали, на 10%, как бы много, да, 800, а на пике они стоили миллион 100, миллион 200. Так вот, маленький пример, я вчера разговаривал со своим клиентом, которому купил дом в ноябре прошлого года, совсем недавно, за 675 тысяч долларов, он вложил 75 тысяч долларов в ремонт и сдал его сейчас за 400, у него кэшлое с сегодняшним моргиджем, и если его сейчас продавать, он уже на 100 тысяч дороже, это только с ноября прошло, вы что думаете, он не будет стоить 2 миллиона через 10 лет, то есть трипл, то, что мы говорим, спокойно будет, потому что он стоил миллион 100 в 2022 году, и сейчас он уже стоит 850, он будет спокойно стоить 2 миллиона, тогда возникает следующий вопрос, мы смотрели, а как покупать вообще, люди не смогут покупать, я возвращаюсь к известной формуле и выражению, к которой я говорю, люди покупают не дома, люди покупают платежи, значит будет 40 лет моргидж, значит будет 50 лет моргидж, в Японии вообще 100 лет моргидж, все равно люди на улице не останутся, значит будут давать лучшее финансирование на больше лет, уже сказали сейчас тем, кто дает меньше 20%, новые дома можно на 30 лет, было 25, поверьте, скоро будет следующее, скажем, 40 лет, это придет уже, буквально может быть год. Алекс, можно я тебя уберу на место за одну секунду? Да. Вот то, что он сейчас рассказал, это типично, вот приходят люди ко мне и говорят, а что я делаю неправильно, вот надо Алекса взять и сюда поставить. Твой пример, ты купил дом за 380 тысяч, и сейчас ты говоришь, что он стоит 800, да? 850. 850. Ну давай, по-другому. 880. За 8 лет. Окей, все прекрасно, он прекрасно подорожал. Ты уже вытащил свои деньги, то есть твоих денег там нет, правильно? Значит, если ты его сейчас продашь, подожди секунду, сколько, ты сказал, что ты его сдаешь в верхний и нижний этаж за 3400. Значит, 3400 это общий доход от дома, отсюда убери property tax, убери какой-то наверняка maintenance, ну, периодически ты что-то в этот дом заносишь. Давай возьмем, ну да, давай возьмем что-то чистыми, чистыми, наверное, после всего, ты имеешь порядка двух с половиной тысяч долларов в месяц, правильно? Логично. Как ты так считаешь? 3400, сколько property tax? 300. 300 долларов в месяц, правильно? 3300, и я считаю, что порядка трех тысяч в год ты по-любому вкладываешь. Никогда в жизни ты что? Ну хорошо, сегодня ты не вложил, но через три года, через четыре года тебе что-то придется... Крыша поменял. Окей, бокс, бокс, не допустим, ты вообще ничего этого не вкладываешь. Ты получаешь 3000 долларов в месяц. Сколько это в год? 36000. Если ты сейчас дом продашь, то ты получишь чистыми 400 тысяч долларов. Логично? Окей. То есть, твои деньги, вложенные вот таким путем, как ты, работают под 8% годовых. Какие 8% годовых? 8% годовых. Если ты продал, ты получил 400 тысяч, а ты с дома получаешь 30, даже если ты не копейки твои не вкладываешь, 36 тысяч в год. Это 8% годовых. Да. Ты начинаешь в цифры. Ты удержи свои конда, которые полторы тысячи забирают у тебя и получи моргиджи. 100% у тебя работают деньги. Я уже не говорю про Калгари, где только начинается от 100% годовых. Максим. Здесь вообще не об этом речь. Ко мне приходят люди, у которых есть конда, которые 5000, они всех продают. А я могу держать его сколько угодно. Это самое главное. Мне кэшфлоу не для заработка. Надо перекладывать деньги. Куда они перекладывать? О чем ты говоришь? 8% годовых. Какие 8% годовых? Кэшфлоу. Кэшфлоу для того, чтобы держать дом forever. Вот я его держу и продавать не должен. А что ты его держать, если это 8% годовых? Какие 8% годовых? Окей, Алекс, ладно, поехали дальше. Какие 8%? Нет, лучше его продать, заплатить риэлтору, заплатить capital gains, заплатить land transfer tax и остаться ни с чем. А лучше я его оставлю еще на 20 лет. Все, все. Алекс, Максим, у вас у обоих много клиентов, которые с вами уже на протяжении 10 лет, можно сказать. Расскажите, какие-то успешные инвестиции, какие-то успешные истории? Успешных историй за это время, наверное, очень много. У меня много очень богатых клиентов, которые покупают по 20-30 квартир. Но мне честно самому, когда у людей есть деньги, они их просто отморожают. говорят, это все прекрасно, я получаю удовольствие от того, что я их продолжаю. Но, наверное, самые-самые интересные, такие запоминающиеся клиенты, это когда приходили люди, тогда еще 10-8 лет назад, у которых не было ни копейки денег. Я тогда им рассказывал, как игру в пятнашки. То есть люди приходят, говорят, нам очень интересно, да, все это классно, все это работает, но где взять деньги начальные? Я говорю, вот помните, игру в пятнашки, когда надо для того, чтобы двигать циферки, да, детская игра такая была, одна пустая дырочка должна быть. И я им рассказывал, как пойдите в один банк, пойдите в другой банк, получите кредитную линию, получите кредитные карты, да, кредитные карты дают периодически там под 0% на год деньги, да. И вытащите вот эту вот одну цепочечку, и у вас получится там начальные 30-40 тысяч долларов, с которых можно. и вот, ну, много таких клиентов, которые именно прослушав эту игру, про игру в пятнашку, получили свой начальный капитал. Рискнули, да? Да, вот помню, от них молодая пара, кстати, им, наверное, сейчас 100 лет, тогда им вообще по 22-23 было. Вот я им рассказал про эту игру в пятнашку, у них сейчас 4 квартиры. С ничего, с вот этих вытащенных денег, с кредитных карточек тогда. Это, наверное, одна такая успешная история, интересная такая. Ну, я не могу сказать, что они что-то много добились, но им еще 30 лет нету, да, то есть у них еще впереди все. К возрасту, к моему возрасту, наверное, у них будет там, может, и меня переплюнут. Моя, я тоже, наверное, хороший пример. То есть 10 лет назад у меня было, по-моему, 10-12 квартир, сейчас их 36, да, то есть, ну, большой рост. Но очень интересную историю хочу вам рассказать, это одни из моих любимых клиентов, да, когда, как раз, наверное, 10, может, чуть-чуть больше, может, 12 лет назад. Пришла ко мне пара, тогда им было где-то там 55, то есть, мы нашего возраста сейчас, и принесли, я тогда делал мультфильмы, мы делали «Как зарабатывать деньги», такие рисованные, да, и вот они один мультфильм увидели, и пришли, говорят, мы хотим инвестировать, у нас есть порядка там 150, 120 тысяч долларов, что-то такое было, а я тогда уже привык, потому что люди несли деньги часто, да, но клиент приходит, и я его спрашивал, а что у вас есть еще? И вот эта вот пара с таким гордостью мне говорит, у нас есть дом в Ричмонд-Хилле, который сейчас стоит, они обеспеченные люди были, ну, то есть, он программист, с хорошей зарплатой была, она тоже такая работа какая-то не помню, около миллиона долларов, они давно в стране, они в стране там больше 30 лет, они говорят, мы 25 лет этот дом уплачивали, у нас нет ни копейки моргиджа, и вот у нас 150 тысяч, которые мы вам принесли, я это послушал, я говорю, слушайте, я прекрасно приумножу ваши 100 тысяч, из них сделаю несколько квартир со временем, но это все неправильно, они говорят, а что правильно делать, а я говорю, идете вниз на этаж, там наша моргидж-компания, и мы сейчас получаем под ваш дом максимум, пока у вас хорошая зарплата, все, возьмем кредит на моргидж на 700-800 тысяч, сколько дадут, по максимуму, потому что они на меня как на идиот, посмотрели, вы что, издеваетесь, мы 25 лет, мы выплачивали этот дом, да, и в итоге вы говорите, идите и возьмите под него моргидж, я им объяснил, что не платить моргидж и не иметь моргидж, это две абсолютно разные вещи, в итоге они ушли, я думал, что я их никогда больше не увижу, они пришли через три дня, говорит, мы три дня ночи не спали, мы пришли сдаваться, в итоге мы получили под этот дом, не помню опять, 750 или там 800 тысяч моргиджа, чтобы они не переживали про свои платежи, тогда это было на 3,5 тысячи платеж, у них появился месячный, мы из этих 800 тысяч отложили там 150 тысяч просто в сторону, что там три года платили, оплачивали в моргидж, у нас в итоге получилась сумма порядка там 600 с лишним тысяч, которые мы разложили, вот 12 лет на данный момент мы дружим очень хорошо с этой семьей, у них 17 квартир в даунтауне, и это выросло из вот этих вот денег, а если бы это было 150 тысяч долларов, ну да, они бы доросли до 3-4 квартир, причем дом в Ричмонд-Хилле уже продан, они купили без моргиджа, у них сейчас небольшой маленький домик, тот был большой, в котором, ну дети разъехались, им больше не надо, вот тоже такая история, как люди вовремя пришли в правильное место. Очень интересная история. Алекс, а у вас есть какая-то такая история? У меня очень много истории есть. Вы видите самую любимую. Вот, например, история с моим другом, который, в принципе, меня когда-то толкнул вообще найти инвестиции, то есть он тогда уже начал что-то, купил парочку домов и начал говорить, о чем тебе эти не заняться, послал мне такой семинар, который мы там проводим бесплатно, там это не совсем еще бесплатно было, но я пришел этот семинар, послушал, сказал, оп, можно делать деньги. Начал вот то, что я вам показал, делал, а потом, когда я уже получил лицензию, он ко мне пришел и говорит, давай покупать. Я этому человеку купил 18 домов. 18 домов, у него 24 дома. Я не буду называть имен людей, но, в принципе, если посчитать, значит, дома, которые мы первые покупали, они были по 200 тысяч, 230 тысяч, все дешевые, то есть в среднем у него каждый дом вырос на полмиллиона. Причем он тоже не брал деньги, естественно, у него не было этих денег. Все брал из-под своего дома, который был практически выплачен. Аликс, а сейчас он продолжает покупать? Нет, последний дом мы купили в пандемию, и он сказал, наверное, хватит. 24 дома – это уже очень много, но у него везде кэшфлоу с этого есть. Скажу так, он не работает больше. Он больше не работает, у него достаточно есть денег, которые приходят, у него еще и бизнесы есть, все вместе. Он программистом был таким же, как я. И вот он уже не работает. Так вот, если прикинуть, эти 2-4 тысячи, если не в среднем на 500 тысяч, как я показал, стали дороже, это 12 миллионов. 12 миллионов эквити. Если он все продаст, и даже заплатите капиталу гены, который сейчас есть, он достанет 7-8 миллионов. Он даже если он положит по 10 процентов годовых где-то, это 700-800 тысяч долларов в год. Все, он может жить, и дети могут надо жить, но он это не будет делать. Я просто говорю образно. Другие примеры бедных людей, да, как ты говоришь. Зачем не бедных? Пришла ко мне одна девушка. И эта девушка, ей было тогда 25-26 лет. И она сказала, вот я прослушала все, и слушала и про Кондо, и про другие вещи, про Тронхилл Вудс покупать, и у тебя все-таки цифры лучше работают. И я купил это первый дом, она сделала дуплекс. Сейчас у нее 8 дуплексов. 8 дуплексов с кэш-флоумом и со всеми делами. Пример. Другая пожилая женщина, которая работала со мной во всех компаниях, наверное, где я только работал. Во всех компаниях она работала, мы еще из Израиля вместе с ней работали. И она все время на меня смотрела, как я инвестирую. Она говорит, я тоже хочу, но боялась. Еще ела тогда real estate даже. И вдруг в какой-то момент она пришла и говорит, я готова. И я начал ее покупать. И ренту он ей купил, и просто мы купили дома. Какие-то она уже продала, а потом какие-то еще покупала. И вот последний раз, когда я с ней разговаривал, она мне говорит, мне уволились с работы, уже сколько лет там. И она говорит, а я даже не хочу больше искать. У меня там приходит несколько тысяч кэш-флоу, говорит, мой муж пока работает, дом у меня выплаченный, мне ничего не надо. Мы сейчас продали дом один, потому что она хотела дочке помочь с покупкой. Мы продали дом, который она купила за 270 тысяч долларов. Где-то в районе 15-го года она купила. 270 тысяч долларов. Мы его продали за 735 тысяч. То есть она достала полмиллиона примерно с этого дома. Сколько она вложила тогда? 50 тысяч. Опять, та же самая схема. То есть очень много есть людей, которые купили по 7, по 8 домов, по 15 домов. И это не люди-миллионеры. Были у меня, конечно, такие случаи, которые приходят. Вот миллионеры на себя к Максиму идут. Я не знаю, потому что легче пошел, купил, положил деньги. Они там лежат, там вроде бы растет, как Максим рассказывает. Кстати говоря, да, вот в какой-то момент в Торонто, когда уже цены были сумасшедшие, именно так и было. В основном шли люди, у которых 200-300 тысяч у тебя есть хотя бы. Не, ну опять же, я не говорю, проект выйдет. Скалбери, где это очень хороший вход для entry-level. Потому что туда можно входить в инвестиционный рынок с 40-30 тысячами. Ходить можно куда угодно. Можно биткоин за 40 тысяч купить. И можно тоже вырасти. Это может не вырасти. Но у меня другой подход. Но просто я говорю к тому, что люди, которые ко мне приходили, которые до сих пор звонят, это люди, у которых у многих не было вообще денег. И недостаточных income, и недостаточных денег. Очень много историй. И в итоге все покупали. Потому что, я говорю, нет такого, что невозможно сделать. Есть вопрос, насколько ты готов сделать. Потому что, да, это риск. Я даже иногда с людьми разговариваю, особенно с такими, как ты говоришь, приходит 2 миллиона долларов выплаченный дом, и я ему говорю, давайте что-то другое покажу. Они уже боятся. Заранее уже боятся. А я говорю, да, это риск. Но есть такая вещь. Рискует тот, кто никогда не рискует. И все. И некоторые люди пошли на это, некоторые не пошли. И все остальные на это. Но в итоге те, кто пошли, особенно те, кто пошли несколько лет назад, ну, нету недовольных даже, что сейчас цены упали. Они жут ноги. И когда поднимется, будет нормально. Поэтому, особенно те, кто покупали постоянно, то есть каждый год они покупали. И даже сейчас, если они не купили на пике, то те другие у них покрывают то, что сейчас на пике. Потому что надо смотреть на весь портфель в целом. В чем я хочу добавить, чтобы наши зрители понимали, что в действительности ничего не изменилось. Если мы возьмем 10 лет назад, вот там, 14-13 год, и даже вот, ну, конда я приведу пример. Тогда люди смотрели на эти цены и говорили, боже ты мой, как все дорого. И это ж невозможно. Было такое большое количество покупателей. Говорят, да невозможно. Это такие цены сумасшедшие. Куда же они могут расти? Сейчас они в три раза дороже. Так вот, сейчас кажется, что они очень большие. Подождите, подождите несколько лет, когда закончится кризис, когда ставки станут опять, когда не будет вообще прихода нового строительства, потому что ничего не строится с 2020 года. Мы посмотрим, какие цены будут тогда. А каком году это начнется, на мой взгляд, начнется, ну, все факторы показывают 26-27 год. А на ваш взгляд? Для конда, скорее всего, это он прав, потому что я посмотрел недавно статистику, потому что где-то еще 24-25-26 год будет выходить конда, потому что те, которые были, причем будет много. 25-й уже самый большой выход этот год. Нет, 26-й там большой. Нет, не прав. 25-й год будет меньше, 26-й будет меньше, в 26-м уже совсем мало, а 27-й вообще ничего не будет. Ноль. Я помню, этот разговор тоже был на протяжении этих десяти лет. В 13-м году я это рассказывал. В 13-й год был кризис в кондах, когда была, там другая причина была, там был овербилд, то есть было полно квартир, иди не хочу, да, и все было как бы дорого. Вот, и девелоперы, потому что они не могли старое продать, они не начинали нового. И вот как раз в начале 14-го я всем рассказывал, посмотрите, не начинают проекты, значит через 4-5 лет. И это был 17-й, 18-й, 19-й годы, когда мы увидели это. То же самое. Но Наташа спросила, что я думаю, не по поводу конда, про конда вы поняли, когда это будет. На мой взгляд, что будет за домами? Значит, вкратце скажу. Все знают, что сейчас огромный выплеск листингов, да? 47% поднялись листинги, все кричат, почему это произошло? Люди хотят продать до конца июня, потому что думают, я хочу спасти Капилл Гейн, смешно. Не стоит этого делать. Но, я думаю, что произойдет, я уже говорил об этом. Эти дома постепенно уйдут, я вижу, я пытаюсь купить дешевле, люди не хотят дешевле продавать. Они готовы уйти с рынка или просто оставить держать, но цену не держат. Это уйдет, и интерес начнет снижаться. Это не будет в тот же самую секунду, раз снизился, если побежали покупать. Это постепенно займет. Вопрос, как начнут снижаться. И даже, когда она снизится, и начнется рецессия, многие просто невозможности будут купить, потому что потеряют работу и прочие дела. Я думаю, что конец этого года и начало следующего года, мы увидим начало следующего бума, именно на ресейли. Почему? Возможно, плавное начало этого. Почему? Потому что в июне есть шанс, что снизят интерес небольшой, ну, как-нибудь, 70% в июле. В июне-июле снизят по 0,25, больше не снизят, правильно? В сентябре или даже в октябре, в декабре снижение может составить сразу 0,5%. Потому что вот тогда осенью начнется катастрофа с экономикой. И им придется это снизить. И мое предсказание, опять же, остается, скорее всего, 1,5% снизится до конца этого года. Это очень мало кто так считает, но я так считаю. А многие считают, что до конца 25-го снизится на 2,5%. Можете представить, что тогда будет? Вывод один, нужно действовать. Правильно я понимаю? Так, кстати, сейчас я выпустил, выходит на канале, у меня видео по статистике, вот то, что сейчас немножко обманчивая ситуация. Многие говорят, что рынок хуже, чем в феврале. Неправда. Сейчас рынок лучше. Лучше больше продаж. Просто много листингов, поэтому долго стоят все. А так, в принципе, улучшения есть. И тут я с Алексом согласен, что ставку начнут снижать. Оно не будет молниеносно. Оно будет плавно-плавно-плавно, но осенний рынок будет лучше, весенний рынок следующего года, скорее всего, будет или в норме. Я ожидаю, что к концу весны мы цены догонят пика 2022 года. На этом время передачи подошло к концу. Спасибо большое, что были с нами. Кто-то был с нами все эти годы. Это была сотая передача. Да, кстати, напишите в комментариях, скажите в комментариях, кто видел эту первую передачу и напишите, когда вы начали смотреть. Нам будет очень интересно, да. Спасибо за внимание. Встретимся через месяц. Всего вам самого хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова